Музыка Приветтос, амигос. Сегодня расскажу про свой бета-тестерский КВ-220Т. Сразу говорю тем, кто не в курсе тематики канала, это не видео-гайд. Я не буду никого учить играть, показывать в каких кустах вам встать, за каким камнем, на какой карте вам спрятаться и в двухтысячный раз объяснять, что все танки этой игры пробиваются в нижние листы и лючки всякие разные. Исключительно только чисто мой трёп насчёт этой машины. В общем, после релиза игры, все участники закрытого бета-теста обнаружили у себя в ангаре сие чудо техники. Будучи неосведомлёнными насчёт того, что такое премиум техника, в чём её фишка и нахрена она нужна, сыграли на нём пару боёв и продали его, как только понадобились деньги, да? Ну, в том числе так сделал и я, потому что мне никто не сказал, что этот танк больше зарабатывает за счёт того, что он такой унылый. Но по гуманным правилам варгейминга, одну случайно проданную машину можно совершенно бесплатно вернуть. А поскольку других случайных продаж танков у меня не случалось, я вернул свой КВ-220Т, ведь у него есть красивая буковка Т на башне. Какое-то время, примерно года полтора, ну, может, максимум два, машина действительно была эксклюзивной. Она была только у бета-тестеров. Но варгейминг не был бы варгеймингом, если бы через какое-то время машина тупо не начала продаваться в магазине премиум техники для всех. Разница только в том, что на купленном танке нету волшебной оранжевой буквы Т на башне. А так всё то же самое. Причём причина, по которой этот танк появился в магазине, мне до сих пор не ясна. Вроде как не было войны о том, что эта машина охренеть как нагибает. Не было такой толпы желающих, которая хотела бы его купить. Потому что, ну, премиум техника пятого левела, она денег практически не добывает. Особенно по сравнению с тем, сколько денег тогда привозили китайцы до Лёвы. От 80 до 100 тысяч серебра Лёва и китайцы тогда привозили стабильно на премиум аккаунте. Кто играл, соврать мне не даст. В сравнению с этим, КВ-220Т добывал сущие копейки. Но вот всё-таки вместо того, чтобы ввести какой-нибудь новый премиум танк пятого левела, или высосать из пальца очередную какую-то несуществующую машину и её ввести как премиум, решили пустить КВ-220 в свободную продажу. Отчего многие бета-тестеры неслабо высрались на форуме, потеряв свою эксклюзивность. Обратите внимание, обычным бронебойным снарядом Ариэль даже в борт не пробивается из КВ-220Т. Если кто не знает, то основной материал для французских танков это аэрбёртка от французских шоколадок. Не пробить его, тем более в борт, это, по-моему, настоящая беда. Но это нормально для этого танка, учитывая, что он часто попадает в бои к шестым левелам, где вообще без голды, по сути, делать нечего, так что удивляться тут нечему. Кстати, о стрельбе голдой. Занятие-то это, как мы знаем, не дешёвое в этой игре, оно стоит денежек. А основная цель существования премиум техники это эти самые деньги привозить. И когда ты голдой стреляешь, и тем более если команда умудрилась проиграть, то дай бог, если ты выйдешь в ноль. Впрочем, на ранних премиум машинах, может быть, даже будешь иметь небольшую прибыль, а вот на восьмёрках, если сливаться без премиум аккаунта, стреляя голдой, ну, фармить вы будете очень долго. Тем более, если вы обратите внимание, как летят снаряды у этого танка. Такое ощущение, что это не танк стреляет, а какой-то синий болл с трясущимися руками пытается поиграть в дартс. То есть постоянно снаряды попадают в край круга разброса. Я не знаю, с 200 метров танк не попадает, с 300 уже вообще за облачной дистанцией. Если попал с 500 метров, это вообще чистейший рандом и святое везение. То есть танк практически создан, такое ощущение, что для рукопашных сражений. Ствол не случайно напоминает палочку от Чупа-Чупса. Дамаг и пробитие у него соответствующие. Где-то там 99 миллиметров пробития и 110 у него дамага снарядом базовым. То есть для сравнения, у Кваса и у обычного КВ, это его ровесники по уровню, да, тоже пятерки. У них топовые стволы, по-моему, наносят 160 дамага и пробивают 120 миллиметров брони. Единственное, что у них движок послабее топовый на 50 лошадей. А у обычного КВ, по-моему, даже на 100 или на 80 лошадей. И основная фишка этого КВ-220 это в том, что у него корпус на 25 миллиметров толще. У него 100 миллиметровый корпус. Но, как мы знаем, толщина корпуса не распространяется на нижний лист. В нижний лист тут в этой игре все пробивают друг друга просто на ура. Но вследствие более толстого корпуса танк имеет более большой вес. Что, собственно, и нивелирует его повышенную мощность движка. Где-то, наверное, в двух боях из трех танк попадает к шестым левелам. То есть в топе и он вообще практически не бывает. Так что нагнуть песочницу на нем не так-то просто. Ну, если только прокачать экипаж на маскировку, купить маскировочную сеть, загрузить его голдой и заныкаться где-нибудь в кустах на какой-нибудь карте. Если память мне не изменяет, и игровая ситуация не изменилась, этот танк второй по скорострельности в игре. То есть он стреляет очень быстро. Ну, еще бы там снаряды-то размером, наверное, с пистон для детского пистолета. Их там, наверное, лопатой можно в топку закидывать и стрелять. Другой вопрос, что профита от стрельбы не так много, как самих выстрелов. Я бы вообще на месте разработчиков фразу «Наводчика броня не пробита» поставил бы вместо звуковыстрела. Реализовывать такую классную скорострельность при таком обсосном пробое лучше всего, заходя в борт врагу, который занят кем-то более важным, чем вы. Либо он просто не отвлекается на дамаг размером в сотню. Ну, что такое сотня дамага, ерунда какая. КВ-220, в конце концов, они не часто видят и не знают, что у него скорострельность, как у швейной машинки. А когда они вкуривают, в чем дело, то уже бежать становится поздно. Как я уже сказал, бой на дальней дистанции абсолютно не фишка этого танка. Ну и в разведку на нем не пойдешь, потому что он слепой, как, сука, тюлень новорожденный. Кстати, я не знаю, может, новорожденный тюлень прекрасно видит, но вот сейчас арта, стоявшая за каким-то чахлым деревцем, обнаружилась только после выстрела. Хотя, возможно, это волшебные немецкие маскировки, но, по-моему, просто танк слепой. Ну и для галочки или для кучи покажу один бой из жизни КВ-220 целиком, как обычно. Ближе к жопе таблицы. Ближе к жопе, чем к топе. Чем в топе. Вот, блин, значит, что можно сразу заряжать голду. Иначе дело здесь будет просто нехрен с этой палочкой чупа-чупса. Вот, на точность полета снарядов, напоминаю, влияют порывы ветра и великий белорусский рандом. Причем, я думаю, в основном рандом. Но очень криво иногда снаряды летят. Просто выцеливаешь лючок, снаряд, бам, полетел. Хуй знает. Хорошо, хоть бумерангом обратно в башню не прилетает с такой траекторией. Тут опять стабильное нытье в чате. Ну, пока тут танк до города. Вот это на редкость, кстати, на редкость большая карта для варгейминга. То есть обычно, как я говорю, карты все размером с бабушкой нагород. А здесь вот они прям что-то решили, расщедрились, напряглись и создали огромную здоровую карту. Причем вот в уголок так слегка насрали городом каким-то, да, домами так дриснули. А вся остальная карта это речка, поля, вон там деревня, блять, из трех домов. То есть вообще, я не знаю. Ну, вроде карту здоровую сделали, а наполнять ее, да, нахрен надо. И в итоге все все равно прутся в город, потому что больше воевать здесь негде. Карта здоровая, но бестолковая. Ну, скажите, что не так. Может, под конец игры, когда там два на два остаются, может, кто в поле и сталкивается. А так, все, половина, вот смотрите, у нас половина базы у Дефи там. Ну, три человека три на тот берег поехала, но они там, ну, это смертники. Туда только умирать с этой стороны, ехать, по-моему. Встретить врага и помереть в неравном противостоянии. Сейчас, как я всегда говорю, в одном и том же месте все будут сражаться. Это в квадрате К8, К9, К, да, К8, К9. На углу здесь так что стоим, ждем, сейчас кто-нибудь да появится. Вон, вон, и да, 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 ну, все как всегда. Тяжики сюда, СТ-шки по полю. Программирование Made in Wargaming. По созданию зомбированных людей. Каким-то чудом был пробит японский тигр. Ну, это серьезно похоже на японский тигр. Чувак на М6 получил голдой, сука, в щечку. И сразу назад. Ну, конечно, хера себе плюху-то на 100 дамага кинули. Надо отступать, надо отступать. Почему этот танк застрял? Пытаются пробить меня сквозь вагон, видимо. А, нет, 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 косой. Ну, не, ну, хорошая игра. Игра, конечно, в картоху, как и в танке от Obsidian. Одно и то же. Стоишь где-нибудь, чуть-чуть высунулся. И ждешь тех. И ждешь за поворотом тех, кто высунется больше, чем ты. Они выезжают, свестись не успевают, боятся, что я по ним выстрелю. Им же не вдомек, что у меня дамага всего соточка. И со мной можно идти в размен смело. Они боятся получить дамаг на уровне инстинктов. Потому что у Wargaming пушки сильно опережают броню. И со временем, и жизни танка. И в итоге топовые машины начинают дохнуть просто с пары плюх. Ну, КВ-2 тут, конечно, не такой ваншотный. Ой. Причем мне сейчас показалось, что в КВ-2 выстрелили сзади. Артой. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ах, блядь, бахнул все-таки. Ну ты посмотри какой, а. Ну добивайте теперь его, нахер он нужен-то. Не пробил. Не пробил. А ведь это, сука, нижний лист, твою мать. Добили все-таки. Спасибо, блядь, большое. Раньше никак было не помочь. Бам! О, выстрел бы классный сейчас вообще. Наглядная демонстрация точности. Счет 4-7. Ну, это классика, сука, варгеймингская. Сука, из какого зоопарка эта команда убежала, блядь? Наглый-наглый штук стреляет между вагонами. Ай, засранец. А все, меня зажали. Что мне делать? Пытаться сманеврировать. Бам! Ой, только жопу убрал отсюда. Как арта-то сюда закинула. Ну, сейчас, если в борт не напихают, какой-нибудь. О, вроде подчистили город, подчистили. Только тут штук где-то ездит. Еще где-то вот он. Ну, через дом-то он стрелять не станет. Потому что... Потому что Лобанов. Пойти его заклинчевать. Да, у штук ствол-то лучше моего. Он в клинче меня раздолбает. О, вот теперь. Вот, сука, кто? О, нормально. Это откуда-то с той стороны бахнули. О, прикошетик. Успел я ромбануть, видимо, этот выстрел. Ага. Ой-ой-ой, как хорошо, что я назад поехал. С жопой почуял. Вот чуйка выработанная просто десяти... Ах ты, пидорасина. Ну, хули у них три арты такая батарея. У нас-то понятно, все просрано. Назад никто не оборачивается. Уже с тыла обошли. Арта поехала. Ну, это печальный исход боя. Но я бился как лев, в общем-то, на такой машине. Для этой машины, да, не знаю, сколько я дамага набил. Но пожил-то я довольно неплохо на ней. В таких-то условиях, где я был... Где я вообще не то, что ничего не решал. Я был, наверное, самой... Самой отстойной машиной в команде. Я даже не знаю, хуже меня. Ну, ЛТшка на хоть свет давала. Плюс я шмалял голдой. Сейчас посмотрим, в какие минуса я ушел. А, у них вон фуловые у нас на базе ездят нормально все. Бамс! Вот кто у нас за рекой... Кто у нас там за рекой их встречал да послевался? Вот нахрена стояли бы здесь тогда уж в кустах. Туда-то нахрена было ехать. Хрен его знает. Об этом надо, не знаю, спрашивать знатоков этих, как его, оленеводов. Особенности поведения оленей в осенние периоды. Причем многие говорят, что, ой, нельзя ругаться на свою команду там, что это вот плохо. Многие вододелы ругаются. Ну, а как не ругаться-то, ептать? Ну, проигрывайте, это обидно. Или скажите, что когда наша сборная в футбол проигрывает, вы ее не хуесосите, блядь, последними словами. Вот уж не надо. Это нормальное явление, не надо на это обижаться. Просто проигрывать не любит никто. Бомбит от этого по-абсолютному всех. А вот по моей методике ПТХ, причем Хелкат, походу, захватывает базу. Хелка могла бы поехать до своей арте, начать подсвечивать, забрать две арты, забрать нашего КВ шотного, который от нее в другом конце карты, но она стоит упорно на захвате. Потому что стата, да? И медаль захватчика. Сейчас посмотрим, кому, кстати, захватчика дали. Может, если арта захватила? Давай, хватит лагать-то. Если арта захватила, то арте там другая медаль еще идет классная. Не помню, как она называется. За захват без обнаружения. Ну и вот, с премиумом я бы заработал на 10 тысяч больше. И опыта, ну, тысяча опыта за слив на этом танке достойно. Командный результат. Да, Хелкат захватчик. Сыклоты, а не захватчик. Значит, что я там урона накидал? 785. Ну, так себе. Ну, в принципе, много людей набило куда меньше меня. Правда, я стрелял голдой, но у меня и дамаг-то. Вот, вот они, красавцы. Вот они, три красавца. Вот они, раз, два, три. Ноль, ноль, ноль. У них красавцев было четверо. На одного больше красавчика. Но у них, видите, в топе народу больше урон дамажило. То есть, у нас есть танки шестого левела, которые посчитали достаточным кинуть одну плюху и помереть. Да, вот три выстрела чувак сделал. Нанес 300 урона прямых попаданий. Три раза выстрел, два раза попал и помер. Нормально. Следующий. Аж восемь раз выстрел. Ну, красавчик. Шесть раз попал, но пробил из них только три раза. Видимо, автоцель рулит. Ну, тут вообще ПТХа двенадцать раз шотнула, восемь раз попала. Из них пять пробила. Ну, а моя швейная машинка где? Сколько я накоцал? Пятнадцать раз, тринадцать попаданий, восемь пробитий. Ну, хрен. У меня там даже на голде пробитие-то клоунское. В общем, и в итоге-то сколько я? Итого на шестнадцать тысяч в плюсе стреляя голдой в основном. В принципе, неплохо без премиум аккаунта. Ну, опять же, это смотря как пробивать будете. Не будете пробивать и в плюсе не будете. Сколько вот у меня этот снаряд? Бронепробиваемость девяносто один, сто пятьдесят один. Дамаг восемьдесят три, сто тридцать восемь. А ББшкой? Ну, вот она разница, видите, там. Ну, в пробое там разница в сколько? В тридцать миллиметров получается. Средняя даже меньше. От двадцати до... Ну, двадцать пять миллиметров, грубо говоря, разница в пробитии у подкалиберного. Не такое классное преимущество. А стоит снаряд один. Да ладно, две четыреста за один снаряд. Быть такого не может. Да, две четыреста за один снаряд, жесть какая. А обычный снаряд пятьдесят шесть серебра. Мне интересно, блин, все-таки... Ладно. Хрен с ним. Все. В общем, на этом видос про КВ-220 закончен. Хотели больше видосов про танки? Я сделаю больше видосов про танки. Несмотря на то, что пресс-аккаунты мне не дали. Ну, кстати, новость небольшая про Armored Warfare будет попозже. В видосе про Armored Warfare. Так что смотрите, не пропустите. Все, пишите, жмите. Все такое. Субтитры сделал DimaTorzok